Продолжение следует... 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 Вот видите, как было все хорошо, я вышла, все испортила. То есть начала полистилизм, постмодерн, такие какие-то таизмы холодные, совершенно недушевные. И вот когда смотришь на это искусство, думаешь, боже мой, так многие искусствоведы и критики разбирают все по полочкам, раскладывают. Говорят, что сейчас антропоморфность и антропология нашего искусства привела к тому, что цитатность непонимаема. Ужас. Представляете, вот такая фраза. Что она несет в себе? Она несет в себе то, что современный художник обращается к очень многим цитатам всего исторического времени. И мы действительно видим и египетскую архаику здесь, и мы видим ранее христианство, посыл к нему, и мы видим абстракцию, и мы видим отношения к космогонии разных народов в его символических кодах, кодах Анатолия. Но это настолько все сделано через себя, настолько трансформировано. Я не знаю, это не путанный разум. Это, наверное, чистый разум, который выбирает и вычленяет ту свою личностную историю, которая нам очень близка. Так ведь? И поэтому вот эти вот все критические слова о том, что смысловое искусство или интуитивное искусство, запутанное и непонятное, оно отходит. Анатолий делает свое искусство, а зритель из этого искусства понимает то, что он хочет, способен, и то, что ему нравится понять. Спасибо большое. Я поздравляю Пушкинскую визию и поздравляю Анатолия. Спасибо вам большое за ваше искусство. Спасибо. 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 Дорогие друзья. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья. одного из моего более удачных выставках, которые проходят в этом году. И все эти выставки проходят под знаком 25-летия арт-центра Пушкинской 10. И выставки, которые отобраны на этот год, они являются для нас очень знаковыми. И людей, которые мы отбирали на выставки в этом году, они прошли очень большой конкурс, как и внешний, так и внутренний. И поэтому выставка, она в общем состоялась. И очень хорошо то, что Анатолий, он работает не только непосредственно в провинциальном городе, а он работает в настоящей деревне. И человек, который там живет, делает современное искусство, это, конечно, очень сложно. Но вот господину Жбанову это удалось. Спасибо. Анатолий Васильевич, а Вы скажите что-нибудь о той экспозиции, что Вы представили здесь? Представил экспозицию, конечно, «Путанный разум». Это название никому ни о чем не говорит, по сути дела. И все часто знают такие вопросы. И в экспозиции, когда я проходил, многие подходили ко мне и спрашивали, что это такое «Запутанный разум» и как его объяснить. Ну, приходилось просто словесно объяснять, что это такое. И когда люди понимали, что они с великим удовольствием еще больше ходили в отряде. А что такое «Путанный разум»? «Путанный разум» у меня концепция, она написана, в общем-то, в тексте есть, в моем каталоге. Поэтому объяснять это я не хочу, так вот словами. Вот кому надо, тот поймет. Ну, а в двух словах? В двух словах, это просто путь развития искусства такового. И тем более, вот, искусство, современное искусство, где надо сосредоточить мысли, сосредоточить умение свое, все отдать, все внутреннее состояние своего организма, отдать на то, чтобы создать именно вот это вот понятие, что такое современное искусство. Но я вот пытался это сделать. А до стиха колеса «Путанный разум» это ясно делаю. У меня давно это кипит уже, давно это решалось внутри. Это как бы понятие, я скажу еще, иду, значит, от зарождения, от Рождества до Креста. И вот этот вот промежуток, вот он, по сути дела, создает «Путанный разум». Так, или есть такое понятие «от» и «до». Вот я сидел и скотинку, начинается «от» и «до» чего-то до пользы. И вот это «от» и «до» — это большой философский вопрос, который еще в мире никто, по сути дела, не решил. Поэтому на почве этого, что там говорить. Вот я собираю какие-то вещи, все очень ростовые. Спасибо.